За границей нам не поможет, но учиться надо. Чувашские предприниматели начали изучать схемы работы маркетплейсов, по сути, интернет-супермаркетов. Сегодня семинар в Центре экспортной поддержки. Начали с АЗОВ, создание личного кабинета, подбор хэштегов, по сути, ключевых слов, которые не позволят затеряться среди миллионов других торговцев со всего света. Спикер круглого стола, специалист по международному маркетингу и продажам Александр Пономарев. По его словам, маркетплейс – одна из самых удобных торговых площадок, тем более в период массовых ограничений из-за пандемии коронавируса. Сейчас в Европе более 60 торговых интернет-площадок. У каждой свои правила, но принцип работы, по сути, один и тот же. Семинары – очень полезная штука для нас, экспортеров, потому что на семинарах мы узнаем что-то новое, какие-то основы экспортной деятельности, какие-то нюансы. Мы заслушиваем различных представителей из других стран. Изменения происходят постоянно и в законодательстве, и в каких-то бухгалтерских вопросах, финансовых отчетах. Таможня тоже периодически что-то присылает, какие-то новые постановления о документах, об оформлении. Ну и в целом вообще знать невозможно все, особенно по экспорту. Всегда существуют какие-то подводные камни, которые вот и Центр экспортера поддержки нас консультирует по этим вопросам, и это очень полезно. При этом в 2020 году внешнеторговый оборот Чувашии составил почти 540 миллионов долларов, из которых около 250 миллионов приходится на экспорт. Причем, несмотря на пандемию, поставки товаров из республики по сравнению с 2019 годом выросли на четверть. В Центре экспортной поддержки рассчитывают увеличить и количество предприятий, работающих с зарубежными рынками. Для этого в конце июля в Чебоксарах стартует школа экспортера.